значит так приступаем к выставлению меток вот этот вал и этот вал который ближе к центру это впускные валы потому что впуск вот посередине здесь есть маленькое отверстие не сквозное и большое сквозное для крепления муфт вот эти валы должны у вас стоять маленькими они сквозными отверстиями вверх здесь и здесь а большие валы должны стать большими сквозными также вверх и сюда коленвал должен смотреть шпонкой шпонкой вот этой вот шпонкой вот на эту метку если вдруг по каким-то причинам коленвал не крутится значит вы сдвинули какие-то валы эти или эти нужно их вернуть назад в обратное положение тогда будет крутиться потому что клапана вы как бы вылезли в определенных цилиндрах и они точнее в них упирается поршень вот значит после того как все вот эти метки выставлены необходимо приступить к очистке посадочных мест под малые натяжители наверное и ставить сами натяжители туда значит так для того чтобы ставить натяжители здесь нужно все почистить хорошенько и вот прочтем ваше внимание вот с обратной стороны крышки тоже такие вот дорожки есть их надо тоже почистить чтобы ставить лобовину или боковину значит есть такой нюанс у меня мануал от нетурбовой машины и там указаны какие-то вот резиночки нужно менять скорее всего вот где сетка но вот тут мы смотрим что резиночек как не было и нет и в общем-то в комплекте прокладок они не идут а видны следы от герметика стало быть я думаю герметиком нужные намазать не толсто чтоб сюда вот не попало вот то же самое нужно сделать и с правой частью также все почистить и установить натяжитель значит так натяжители установили на место чтобы как бы не смазать герметик необходимо намазанный герметиком натяжитель поскольку болты длинные как бы не состыковывая его с головкой просунуть болты наживить и потихоньку и значит закручивать закручивать пока он тихонечко не сядет вот на свое место моменты затяжек 8 ньютонов метров но динамометрического ключа меня такого нет меня с 19 поэтому так притянул как бы как смог установка боковины лобовины значит болтики все на живу наживлены помечено было что это именно вот правая часть и соответственно нужно наносить герметик почистить вот посадочные места здесь и саму боковину тоже почистить соответственно сети канал очки все здесь нужно будет наносить герметик значит крышка имеет очень хитрую такую конструкцию вот тут есть для смазывания маслом канавки и вот есть еще такие канавки вот сам последний замечу что вот здесь герметика не было и нет а вот начиная вот с этого бордюрчик и дальше он как бы есть и намазывается с другой стороны вот так же вот грубо говоря вот пасих надо мазать а эти вот сопряжение они достаточно четко фиксируется что еще заметил вот может быть если видно здесь есть небольшой такой износ вот тут тут как баташка будто что-то попало и размазала значит так красиво как мануале мне не получилось намазать потому что очень густой герметик специального пистолета у меня нету но вот примерно вот так вот я думаю этого должно хватить в принципе чего там такого сложного нет понять много ли вы герметика намазали можно по так сказать выдавленным им самим местам грубо говоря вот я считаю что я переборщил совсем чуть-чуть потому что колбаска такая достаточно темального размера соответственно болты вот эти которые вкручивается отсюда сбоку тоже надо смазать герметиком вот они большое дополнение значит вот эту часть мазать как бы не нужно а нужно вместо нее накладывать герметику вот сюда вот в эти канавки с внутренней стороны значит муфта но собственно говоря дорогое удовольствие часто выходит из строя на нетурбовых машинах потому что очень чувствительно она к маслу надо лить ну часто менять масло и лить такое хорошее достаточно масло проверяется как вот рукой закручиваете отпускаете она возвращается назад значит муфты исправны еще ну грубо говоря работает значит если такого нет она не возвращается назад или нужные рукой возвращать то муфты нужно поменять купить новую значит ну кто-то там разбирает их потом собирает но это занятие не для слабонервных и как показывает практика выгодать там ничего как бы не получается кроме как еще одного попадоса на разбор всего этого двигателя и так далее значит еще один такой миф продаются в интернете и в магазинах правые и левые муфты причем там левых или правых полно а другой стороны как бы не хватает и цена выше значит официально заявляю что это брехня полная потому что муфты совершенно одинаковые единственное в чем различие вот здесь круглая точка здесь овальная ну а значит грубо говоря когда вы ставите новую цепь она имеет вот здесь два желтых звена и 1 значит два желтых звена это у нас крепится на обратную ну на другую звездочку не там где муфта вот 2 1 крепится там где муфта тут также черным по белому написано что вот правая сторона по ходу движения используйте круглые круглую метку а левая сторона используйте овальную метку то есть грубо говоря мест муфта то одинаковые в общем то но суть следующем значит одеваем вот совмещаем вот эту метку значит и вот одеваем вот так вот цепь то есть я сейчас ставлю левую сторону по ходу движения овальная метка ну вот собственно говоря процесс установки муфты как я уже говорил вот эту метку совмещаем с овалом потом берем натягиваем вот эти две метки овальные тут также есть и круглые метки но это для правой стороны по ходу движения мотор для левая для левой стороны там овальные как бы на 1 звездочки тут тоже овальные на муфте засовывается достаточно геморно нужно смазать маслицем обязательно все вот застопорить натяжитель и после этого таким образом ее туда она тоже не заходит пришлось молоточком ей вот сюда помочь немножко и она заскочила вот после чего можно снимать вот этот вот стопор и натяжитель он автоматически как бы начинает уже натягивать но масла в нем конечно нет но он все равно выдвинулся вот значит по ходу движения правой муфты у меня нету надо покупать новую потому что она и и клинит ее нужно менять поэтому процесс сборки наверно придется остановить на недельку ну я думаю что можно поставить всякие башмаки натяжители почистить места клапанной крышки вот это вот все можно сделать значит вот мы установили этот вот башмак который раньше крепился тремя болтами теперь двумя ну вот я слышал такое мнение что якобы это позитивно потому что он типа начинает плавать или как бы двигаться но на мой личный взгляд это просто чисто тупая экономия бабок на одном болте ну это мое мнение значит но эти все вот шелобушки они достаточно как бы легко прикручивается тут ничего сложного нету цепь я накинул муфты у меня нету соответственно сегодня я уже заканчиваю почище вот клапанной крышки потому что все равно это надо делать места куда клапанная крышка садится соответственно нужно будет определенным моментом затягивать вот эти вот болты и не забыть вот про вот эти вот вещи тоже смазываем герметиком но это в инструкции все есть значит по поводу системы егр и turbo моторов я напишу просто словами что я думаю на эту тему и на сегодня заканчиваю значит почистив места посадки клапанной крышки там кстати герметика нету просто грязь обнаружились вот какие-то такие вот номера значит вот здесь вот что-то тут 6 у и там плюс wso и другой стороны тоже вот на этой площадке тоже номера поэтому я вот не знаю что это знамирает для чего они нужны если кто-то ищет какие-то номера которые не знают для чего они нужны то вот они здесь есть значит а номер двигателя находится где-то вот вот там вот это нужно зеркальце такое ментовской я честно говоря даже и понятия не имею где там на будет почистить залезть это для счастливых покупателей и продавцов автомобиля nissan skyline stage